На 250 страницах новой книги участника Великой Отечественной войны Влада Зарнича описаны события боевых сражений той страшной войны, которая коснулась каждой советской семьи и семьи стран-союзниц, сражавшихся с фашизмом. Сербский мальчик Влада столкнулся с войной в совсем юном возрасте, попал в концлагерь, а после его освобождения югославскими партизанами стал служить в одном из партизанских отрядов. Влад Душанович награжден многими медалями – орденами Отечественной войны второй степени. Он окончил авиационное училище уже в Советском Союзе, а в Монина попал, когда приехал на учебу в адюнктуру Военно-воздушной академии имени Гагарина. Здесь же долгие годы преподавал и начал писать книги о войне, о сражениях и жизни сербского и советского народа, о том, как важно помнить имена героев, свои корни и знать историю, передавать эти знания, эти ценности молодому поколению. Молодежь – это один возраст, а воспитатели – это другой возраст. Мы скромны к консерватизму, такому хорошему, а молодежь склонна к новаторству. Они живут в интернете, они находят там друзей, ответят на свои вопросы, чего не могут дать ни родители, ни педагоги. Поэтому, значит, вот это очень важно знать. Очень важно знать, и там такие есть, есть такие очень хорошие разделы. Новая книга полковника, военного инженера, кандидата наук и доцента, ветерана Великой Отечественной войны Влада Зырнича под названием «День победы» мы приближали как могли, вышла небольшим тиражом в 50 экземпляров к 75-летию победы. Однако тогда автор не смог ее представить читателю из-за пандемии. Так, спустя год, в преддверии 9 мая, презентация издания состоялась в Монинском доме офицеров, где собрались ветераны, сотрудники администрации, учреждения образования и культуры. Надеюсь, что ту работу, которую вы проводите в Монино, ради Монина и совместно с Советом ветеранов, вы будете продолжать и дальше. Не каждый ветеран решится взяться за перо и заложить то, что у него наболело на душе, да еще с научным подходом. Это очень важно. Гости, которые уже познакомились с изданием, поделились своими впечатлениями, отметив то, что каждый, от мала до велика, сможет найти в нем что-то новое и полезное для себя. Понимаете, все в этой книге есть. И век отрианское, значит, будем так сказать, похвалить, что охвачены вот такие эпохи, как война, построение нашего государства после войны, то есть раны заживали. Можно, прочитав отдельные элементы, даже сразу оговорюсь, что книга, как книга, посвященная нас в материале, соответствует названию. Там много материалов и все о войне. Влада Душанович, я говорю, что сегодня в Монино знаковое событие. Я хочу еще раз сказать, да, знаковое, но не потому, что вот только выпущена книга, а прежде всего, что среди нас еще есть живые участки тех событий. Влада Зернича писал книги «События военных лет. Важные даты и сражения». Рассказал, как сражались советский и югославский народ с фашизмом. Поделился с читателями своими размышлениями, указал даты воинской славы в издании. Также рассказал о работе ветеранских организаций. У автора была цель, чтобы эта книга стала пособием для молодежи. Теперь узнать о событиях военных лет школьники могут в местной библиотеке. Также Влада Зернич подарил книгу в школе номер 24, чем куратором ветеран является на протяжении многих лет.